привет друзья с вами кроме ханик многие из вас видели мои видео на тему как можно устранить так называемый масложор в моторах путем изменения вязкости масла согласно допусков как которые частенько употребляют достаточное количество масла на одну тысячу километров как прочим естественно и от т.о. до т.о. также я рассказывал можно ли вообще не часто менять масло так вот все это прекрасно все это очень поучительно и частенько полезно но хочу дотронуть что это полезно не для всех моторов и тем более для современных как правило бензиновых многие не привыкли внимательно не читать не слушать не тем более смотреть очень важный факт скрывается именно в деталях а именно фраза замена масла увеличение в вязкости согласно допусков вот стандартно сейчас для большинства современных моторов вязкость 5 в 30 я рекомендовал что можно заливать 5 в например 45 в 50 но согласно допусков то есть вот например на этом масле допуск вак mercedes 229 5 до авак 502 2 0 505 2 0 такое масло есть 505 в 50 например но современных же двигателях употребление более вязкого масла недопустимо сегодня расскажу как вы я вообще от любители можете довольно быстро залив мотора и масло недопустимой вязкости убить современный мотор вашего автомобиля не маслом масса это как ни странно будет выполнять свои функции будет работать защищать ваши узлы трения а повредиться совсем другие узлы а именно конкретно по пунктам у вас могут возникнуть проблемы в виде износа распредвалов потеря давления масла на холостых оборотах громкая работа мотора как на максимальных так и на холостых оборотах а впоследствии потеря мощности почему все это все происходит сегодня покажу на примере бензиновых моторах семейства volkswagen audi volkswagen skoda seat и касается такая же история современных моторов бензиновых бмв mercedes многих французов и японцев и так мы например мотор серии а 888 в этом году ему исполнится 11 лет он появился 2007 году кто не знает все поколения этих моторов их вариаций было огромное множество модификации вариантов исполнения но объемов было всего 218 ты сайтов сай и 20 ты сайтов сай кстати предыдущий потор этого поколения еще современным приводом хоть и страдал масло жором но те узлы о которых я сегодня вам расскажу у него либо отсутствовали либо имели другую конструкцию поэтому например него можно лить вообще любое масло при холодном запуске особенно в минусовую температуру на современных моторах страдают при неправильной вязкости масла сетки которые сейчас есть у всех моторов современных балансированных валов которые сминаются их перекашивает в капсуле в пластиковые обои и они закупоривают масляный канал что приводит в принципе к масляному голоданию на холостых оборотах и недостаточному давлению в натяжителях цепей чем это чревато я думаю все вы понимаете все регуляторы масляного давления головки блока в частности фазовращателей тоже имеют довольно нежные сетки для отсеивания мелких частиц так как они обязаны выдерживать определенное давление сетки довольно твердые закаленные и когда их проламывает избыточным давлением то их куски начинают гулять по масляным каналам приводя в том числе и экзодиром в цилиндрах после разрушения сеток и недостаточного давления начинает засоряться клапан регулятора давления фазорегулятора который начинает греметь от недостаточного количества масла мотор начинает громко и неустойчиво работать но неустойчиво позже пропадает мощность как факт при этом замечу мотор может не употреблять масло вообще то есть масложора нет кстати в первую очередь от избыточного масляного давления выдавливает сетку масляного канала опоры распредвала что самое страшное что приводит ну скажем так не особо в долгосрочной перспективе и поджиранию опор распредвала и поджиранию самого распредвала на конце у фазы вращателя что в итоге не ремонтно пригодна как вы понимаете и приводит к замене гбц прайс на ремонт такой я думаю вам озвучивать не нужно хотя скажу что ну может быть ты что вы и вложитесь можно как эконом вариант найти был на разборках но все детали на разборках очень часто они с одним и теми же проблемами в той или иной просто стадии запущенности то есть в идеале вы не найдете короче друзья мнение о том что производители сейчас в первую очередь заботится о собственном кошельке и впаривают вам все более дорогие синтетические более жидкие масла ну не выдерживает как бы критики в отношении современных моторах так как большое количество регуляторов регулирующих просмет смесь образования экологии масляного давления и во всех узлах масс современных моторов масляной системы например вынуждают их в принципе это делать в отношении масла они вынуждены требовать по спецификациям такие жидкие масла вообще например тренд 2018 года в современном двигателестроении как вы понимаете это летая гбц вместе впускным и выпускным коллектором то есть все идет тому что гбц будет не ремонтопригодна как таковая совсем и тогда ну вы поняли в общем на сегодня все я заканчиваю соблюдайте допуски не допускайте самой деятельности выборе масел для своих моторов а владельцы моторов ну до 2007 года выпуска могут в принципе спать спокойно с вами лакер механик всем спасибо и удачи друзья